Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Рак. Гороскоп на январь 2024 года. Этот месяц очень любовный для вас. Здесь очень много темы. И любви партнёрской, и страстной, и к деньгам, и на работе. В общем, очень-очень любовный месяц. И действительно, вы можете получать в этом месяце дары любовные просто со всех сторон. Вот, к примеру, 2 января разворачивается в вашем шестом доме гороскопа Меркурий. Меркурий становится директным. Улучшение по работе первую половину января. А во второй половине января, с 14 января, Меркурий уже в вашем седьмом доме. Это дом брачный. То есть может быть, что у вас одновременно в этом месяце улучшаются ситуации и по работе, и по любви. Если вы ищете новую любовь, то хорошо искать после 14 января. Если вы ищете новую работу после 2 января. Если у вас всё хорошо, стабильные рабочие любовные отношения, то здесь улучшение. Всё на улучшение. Всё на лад идёт. Всё налаживается. Жизнь уже налаживается сразу по двум фронтам. Также по седьмому дому может пройти наряду с любовным договором какой-то и рабочий договор. То есть в одинаковой степени. Может, к примеру, вы заключаете брак, расписываетесь, и расписываетесь где-то в бумагах об устройстве на работу. Да, 2024 год, високосный. И те, кто боится этой приметы, тот, понятно, не будет никуда торопиться. Но я астролог, здесь я не учитываю приметы. Не учитывая приметы, говорю вам, астрологически месяц прекрасный для того, чтобы подписывать новые документы, как брачные и любовные, так и деловые. Любые другие соглашения. После 2 января вообще любые документы. Может быть, вам паспорт нужно сделать. Может быть, машину оформить. Для всего для этого январь – подходящий месяц. Марс в вашем 7 доме с 4 января и дальше до конца месяца. Автомобиль. Вот кто хочет купить автомобиль, получать права пойти, либо переоформить и так далее. Да, пожалуйста, вот тема автомобилей. Марс может показывать мужчину, который вам помогает делать дела. Опять же, это может быть ваш работодатель, а может быть, это ваш муж, может быть, друг, может быть, брат. Но в любом случае вы договариваетесь. Договариваетесь с мужчинами. Узно-письменно, о чём-то мужском в том числе. У вас идут соглашения и договора. Может быть, вам нужно какой-то инструмент купить мужской. Может быть, вы, правда, какой-то перфоратор покупаете в январе. Почему-то он для вас очень важен. И гарантию дают, какой-то, может, супер-пупер крутой. Может, какой-то другой мужской инструмент, прям очень значительный в вашей жизни. Столько важный, что вы даже будете беречь эту гарантию, будете сохранять чеки, квитанции. Обязательно, конечно, это делайте. Вообще у нас Меркурий становится директным 2 января. Но лучше, на всякий случай, первую половину января сохраняйте чеки. Как вы знаете, на ретроградном Меркурии это делать обязательно. То есть с 13 декабря по 2 января 24-го обязательно сохраняйте чеки. Ну и дальше тоже вам рекомендую. Потом 11 января будет Новолуние. Новолуние в вашем седьмом доме гороскопа. Вот этот день самый яркий, кульминационный. Здесь что-то новое в плане партнёрских отношений. Новый партнёр, новая любовь, если вы одиноки. Новая договорённость с супругом, если вы уже в паре. Для кого-то это новый друг, для кого-то новый враг. Тоже может пройти, учитывая, что и Марс, он агрессор в доме седьмом. Да, может быть, и новый враг. Но тут скорее даже оппонент. Это тот случай, когда враг, скорее всего, какой-то дипломатичный. Что-то вроде того, что суд. Вот суд, может быть, у кого-то реально суд. У кого-то в переносном смысле. У кого-то реально, например, вы истец и ответчик. Это символический Марс, ваш враг. А у кого-то, да, и в прямом смысле у кого суды. Может быть, здесь у кого-то развод. И ваш муж вам враг. Седьмой дом — это одновременно дом мужа и врага. Так что бывает. И жены, в том числе, и мужчины. Если слушаете меня, то, конечно, здесь может так, что и жена вам враг. Вы знаете, за последнее время я сделала так много видео интересных, психологических. И получила так много комментариев. А также по жизни мне приходят очень разные истории. И вот буквально сегодня я услышала от человека историю от мужчины о том, что его бывшая жена совершила преступление против него. И действительно у них реальный суд. Поэтому, да, женщины-преступницы тоже бывают. Мужчины, которые меня слушают, пожалуйста, не обижайтесь. Я больше привожу пример для девушек просто потому, что у меня больше женская аудитория. Но да, действительно, и уважаемые женщины, которые вы меня сейчас слушаете, учитывайте, пожалуйста, что и среди представительниц прекрасного пола есть очень даже марсы. Марсианские марсы. Злобные злодеи. Так что это бесполая история. Здесь и мужчина, и женщина может проявиться как враг. То же самое. Если вы девушка, например, работаете в каком-то мужском коллективе, то есть там какая-то женщина, которая ведёт себя как мужчина, и вы воспринимаете её как мужчину, и она ваш враг. Так история тоже может проиграться. Далее. Про Меркурий я вам уже сказала, что он тоже переходит в ваш седьмой дом. На 14 января. А потом ещё и Венера. 23 января Венера в вашем седьмом доме. Вот здесь уже улучшение. То есть если Марс в седьмом доме, это может быть враг, реально открытый враг, какой-то спорщик, даже кто-то, кто может лезть с кулаками на тех депутатов на трибуне, то Венера всё сглаживает 23 января. Венера — это уже миротворец. Но какая может быть история? Очень интересная и даже пикантная, учитывая ещё транзиты по восьмому дому. Вы можете влюбиться во врага. Вы можете врага сделать другом или даже возлюбленным. Может быть, человек, с которым вы сначала спорили, потом превращается в вашего единомышленника. И здесь всё зависит от пола. Марс переходит в Венеру. Агрессия переходит в любовь. От ненависти до любви. В этом месяце такая история. Если про ненависть больше две первые декады, то про любовь третья декада. Поэтому будьте осмотрительны, осторожны, а может быть, наоборот, вам нужно полезть на рожон. К примеру, вы где-то работаете, и у вас есть конкурирующая фирма. Вы представляете свою фирму, а ту фирму представляет, например, какой-то мужчина. И вы закатили рукава. Сейчас буду сражаться. Пришли и влюбились, и он в вас влюбился. Это, конечно, пример для кого-то может проиграться. Напишите, если проиграется. То есть враг, оппонент, злодей может стать вашим другом и даже любовью в этом месяце. Очень интересный месяц. Если первые две декады, они ещё, знаете, такие более цивильные, можно так сказать. Ну, хотя я про какие-то цивильные вопросы, что-то вроде государственных, и про суды те же самые, да, это всё-таки более-менее цивильные споры в том числе. То третья декада, она более дикая, более страстная, более природная. Здесь какие-то естественные явления, естественные вспышки и страсти, и гнева, уже нерегулируемые законом. Те дела, которые вы не сможете пойти где-то решить в какие-то учреждения, те, которые нужно решать вот прямо здесь и сейчас. Вопросы первой значимости. С 20 января солнышко переходит в ваш восьмой дом гороскопа. Это как раз и есть дом вот этих срочных, необходимости срочно решать дела, срочных процессов, которые не терпят, которые вы уже не смотрите ни на какие правилы, ни на какие нормы, даже на мораль не обращаете внимания. Горит. Вот восьмой дом — это дом, например, каких-то чрезвычайных ситуаций, что вроде пожара, то есть когда горит уже, когда уже мы не смотрим, не обращать внимания, мы уже не спросим, извините, пожалуйста. Нам нужно бежать, нам нужно что-то делать. А что у вас может гореть? У вас может гореть какой-то очень важный финансовый вопрос. Вот куй железа пока горячо. Может быть, нужно очень быстро делать деньги, и вы уже даже не обращаете внимания на какие-то документальные моменты. Может быть, даже если вы, например, где-то работаете в сферах торговли, выписывали чеки, не успеваете выписывать чеки. То есть уходит на второй план вопрос денежный. Страсть — то же самое, уже очень сильная страсть, очень мощная. И эта сильная страсть, она у вас обусловна не только переходом солнышка в водолей, но и переходом Плутона в водолей. Уважаемые раки, Плутон в предыдущие годы шёл по вашему дому брак, по козерогу, мучал вас. Или вы мучали. Могло быть и так, и так. Ваш супруг, опять же, мог быть вашим врагом. Либо вы. Может быть, это была «обоюдная любовь», в кавычках. То есть вы оба друг друга, может быть, ненавидели. В общем, у вас была жёсткая трансформация по теме супружества. Следующий период, 20-летний, до 44-го года, у вас будет трансформация в сфере финансов. То есть вы уходите от тем любовных к темам финансовым. В январе ещё такая громкая нота любовная, такой громкий аккорд по любовной сфере. И дальше медленно, верно, переход в сферу финансовую. Там будут самые яркие события, там будет экшн. Если вы типичный рак, то предыдущие годы у вас, 2008-го года, у вас был экшн главный в браке, в любовных отношениях. Следующие 20 лет будут самые жаркие вопросы касательно денег. А 24-й год сам по себе ещё переходной, потому что всё-таки Плутон ещё будет возвращаться в Козерог, то есть в ваш дом брака. Потом опять Водолей, то есть в ваш финансовый дом. Но вы должны понимать, что это вот уже всё. То есть вы можете считать, что вы уже там, вы уже в будущем. Следующие 20 лет вы, возможно, будете получать очень большие деньги от других людей. Если вы в январе разводитесь, то ваш муж, скорее всего, будет вам выплачивать алименты всю оставшуюся жизнь, скорее всего. Или какие-то другие процессы яркие. Например, в январе кто-то уходит на пенсию, и в следующие 20 лет вы будете получать пенсию по такому Плутону. Ещё какие-то другие выплаты. Может быть, вы пойдёте работать куда-то в организацию, где делаются деньги на деньгах. Например, в банк. И другие все возможные варианты пассивного дохода в том числе. Может быть, в этом месяце вы получаете в наследство какое-то недвижимое либо движимое имущество, которое в следующие 20 лет будет приносить вам доход. А в любом случае, тема денег связана с партнёрством. Кто-то вам эти деньги даёт. Нам деньги всегда приходят от других людей. И, кстати, седьмой дом — это также дом клиентов. Поэтому те из вас, кто работают с клиентами, у вас здесь будет много новых, богатых клиентов. Возможно, вы перейдёте на другую работу либо на ту работе, где вы работаете, сменится клиентская база на более состоятельных людей. Скорее всего, всё же это будет связано и больше будет актуально для тех, кто переедет в другую страну. У вас изменится по этой причине состояние финансовое, просто потому, что вы попадаете в более богатую страну. Там имеете возможность зарабатывать больше. В этом месяце будет полнолуние в знаке радиака Лев. Это ваш финансовый дом, дом зарплаты. Денег очень много. Если восьмой дом, там, где солнышко, там, где Плутон, это деньги от других людей, которые вы и не зарабатывали, а просто получаете, то второй дом — это дом заработков ваших личных. И заметьте, это полнолуние, а полнолуние — это всегда ваше время, ведь луна ваша управительница. То есть у вас будет много, полно, полнолунию, денежек лично ваших, плюс деньги от других людей. Но деньги от других людей — это более продолжительная тема. Это тема как минимум месяца, а как максимум следующих 20 лет. Поэтому, конечно, больше вам следует ориентироваться на деньги от других людей, что кто-то другой является источником вашего дохода. Может быть, это не кто-то, а что-то, если это недвижимость. Еще в этом месяце разворачивается уран в вашем 11-м доме гороскопа. Это дом полета. Точно те из вас, кто не может стать богатым в стране, в которой вы сейчас живете, здесь рекомендация улетать в другую страну по развороту урана. Конечно, не в сам день разворота урана. 27 января сам по себе этот день и 25 января полнолуния не подходят для полетов на самолете. 27 января плюс-минус 5 дней не подходящий, а дальше, может быть, да. Если вы смотрите, что у вас недостаточно денег, либо, к примеру, у вас на полнолуния наоборот не окажется денег, будет пусто, это значит, что вы не на той половинке Луны, не на той половинке Земли, точнее сказать. То есть летите в другое полушарие, там, скорее всего, у вас больше возможностей заработать. Полнолуние всегда двоякая история, потому что это правда, как две половинки Луны, одна чёрная, другая белая. Поэтому вы можете себя легко продиагностировать на предмет наличия денег 25 января. Если 25 января у вас денег полно, значит, вы живёте там, где вам нужно быть, значит, вы на светлой стороне. Если у вас денег, наоборот, нет на полнолуние, переходите на противоположную сторону, на другую сторону. Ну, так, конечно, ваша управительница Луна, но вы живёте не на Луне, поэтому говорю про Землю. Это значит, нужно менять полюса. Северное, южное полушария, либо запад, восток, куда-то перемещаться, улетать. Ещё вариант для тех, кто никуда не может уехать и перелететь, работа с большими коллективами в интернете, с большими массами людей. Если, к примеру, сейчас вы работаете только тет-а-тет, по седьмому дому, например, у вас клиенты, и вы вот, да, ну, человек-человек, то по 11 дому человек-толпа, человек-общество. Пробуйте себя даже в политике, кому это интересно. По 11 дому проходят любые сообщества. Ещё пример. Спортивные клубы, музыкальные коллективы, детские центры, любые репетиторские места, где вы можете много сразу людей тренировать. Может быть, это фитнес, может быть, всё что угодно, иностранные языки. То есть работать с группами. Это если вы работаете тет-ет-ет, то вам нужно, наоборот, переключиться. Фриланс. Для кого-то возможен и фриланс по такому урану. Вы, может быть, создадите что-то гениальное. Плутон, который на 20 лет уходит в ваш дом пассивного дохода и уран, который разворачивается в вашем доме гениального творчества и сам по себе отвечает за гениальный ум, могут дать вам момент создания какого-то прекрасного творения, благодаря которому дальше вы сможете жить на дивидендах, на процентах от продаж. Кто-то, может, из вас напишет гениальную картину, продаст её за миллион долларов и следующие 20 лет вот вам, пожалуйста, подушка безопасности в виде миллиона долларов. Может быть, вы и вообще никуда не вкладываете, а может, вкладываете, а может, вы свой бизнес открываете за эти деньги. Но следующие 20 лет у вас должны быть на обеспечении. Может быть, вы сами себе это обеспечение создадите запросто, особенно если вы творческий человек. Если вы творец, то вы можете что-то такое сотворить, что потом вас будет кормить следующие 20 лет. Ну, для кого-то это тема внуков. Может быть, дети. Может быть, не ваши дети. Может быть, и обратная ситуация. По 11 дому это усыновление и удочерение. То есть, не вас будут кормить, а вы будете кормить. Может быть, это вы ребёночка возьмёте в третьей декаде января. Тоже. То есть, и так, и так. Почему? Потому что Луна. Ещё раз вспоминайте, Луна, полнолуние, две половиночки. И здесь очень близко эти энергии. Это может быть кармическая история. К примеру, когда-то вы жили на попечении. Может быть, у вас были опекуны, а теперь вы становитесь опекуном. Кармическая история. Очень. Полнолуние всегда кармическая история. Но особенно для вас, раки, потому что это ваша управительница, Луна, ваша планета. Ну что же, месяц любви, месяц счастья. Всё у вас будет прекрасно. Верьте в себя. Вы прошли огромный период трансформационный в Плутон, в вашем седьмом доме. Теперь Плутон в восьмом доме приносит вам огромные деньги. Будете счастливы, будете богаты. Помните, что это общий гороскоп для заказа своего личного. Обращайтесь ко мне лично. Мой номер телефона на экране и в описании и в комментариях под видео. Всех благ, всего доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok